так друзья всем привет сегодня у нас в обзоре еще одна очень-очень даже неплохая магнитола я бы даже сказал отличная топовая одна из топовых это у нас будет топ-вэй на процессоре 7862 аналогично как у нас был фит на процессоре 7862 сегодня мы будем разбирать такой же топ-вэй память 432 процессор 7862 поехали что касается внешних различий тут как в игре найдите 10 отличий то есть что fit магнитола на процессоре 7862 что топ-вэй выглядят абсолютно одинаково дисплей у них QLED задняя часть у них серебристая тут кулер встроенный вот выход под gps выход под 4g 1 и сейчас включим и пройдемся по комплектации да и по совместимости магнитолы по совместимости магнитолы прикрепляю также ролик так как сколько бы я не пытался вопросы задают постоянно подойдет ли на мою машину помогите мне подобрать на тойоту на мазду и так далее поток новых людей которые только только изучать андроид магнитола он не кончается и поэтому я пока в роликах прикрепляю вот это вот видео обязательное по подбору магнитолы к своей марке машины также что самое интересное когда людям скидываешь ролик чтобы посмотреть посмотрите мол под подбор рамки они думают что их кто-то обманывает или еще что-то не смотрят видео в общем говорят я хочу чтобы мне подобрали сами то есть в этот момент они уверены что магнитола подбирается под марку автомобиля самом деле магнитола подбирается под водителя но в первую очередь нужно выбрать размер который встанет у вас машину и конечно же такие люди у них терпения не хватает они покупают магнитолу там где им пообещали что вот это магнитола вот именно для вашей машины все это делают на скорую руку и потом уже когда понимают что купили головной обор боярского они начинают смотреть youtube в поисках решения своих проблем натыкаются на мой ролик и просят помогите у меня не работает то не работает это не работает 5 не работает 10 магнитола купленного два раза дороже но почему половина не работает поэтому всегда при выборе магнитола не торопитесь посмотрите то что вам говорят изучите лучше изучить это перед покупкой чем изучать уже после покупки когда уже деньги потрачены и нужна срочно помощь а продавцы магнитол как правило особенно если это алиэкспресс вообще помочь ничем не могут продавцы в россии у нас как правило продадут и потом говорят а чего вы хотели вы купили самую дешевую давайте купить вот эту за 25 тысяч или вот за 30 тысяч тогда у вас все будет работать сначала продадут за 12 потом переплавно переходят до 25 к 30 вот такие у нас продавцы к сожалению также вот видел что пишут в объявлениях ценник допустим я из 12 и так далее а когда люди к ним приходят в центр оказывается что цена в два раза дороже ничего удивительного такой вот у нас сервис у нас на сайте еще раз повторяю все цены реальные доставка если мы говорим бесплатная она бесплатная и то есть если цена на сайте указана вы по такой цене и купить никаких скрытых платежей доклад и так далее там не будет самый распространенный вопрос это то на какие модели подходит 9-дюймовый 10-дюймовый или 7-дюймового магнитола значит чтобы понять какие магнитола подходят на ваш автомобиль нужно сделать следующие действия итак смотрите вот сейчас открываем браузер любой вообще браузер вводим в поиске сайт карав карав точка ру вот здесь открывается она значит название автомобиля можно заполнить не можно нужно выбираем свою модель допустим у нас сегодня будет тойота модель допустим корова и год выпуска 2000 10 нажимаем вкладку поиск и вот тут у нас появляются рамки которые доступны нам на тойота королла 2010 года здесь вот значит у нас модель ниже описание размеры вот это 217-дюймовая рамка здесь у нас фото панели фото панели и тут примерный вид не на всех он есть ну и есть и смотрим ли ставим какие-то варианты он предлагает с какими панелями с какими рулями это все написано вот здесь вот вот это например рамка на 9 дюймов вот здесь вот ее порядковый номер 22 003 здесь вот 1100 505 порядковый номер значит 9 дюймов доступно нам 9 дюймов и вот тут смотрите есть еще вторая страница вот здесь бывает до 4 до 5 страниц в зависимости от моделей вот так же 9 дюймов на королу 150 вот еще такая же тоже 9 дюймов 10 дюймов нет значит на эту модель нет 10 дюймов магнитол можно сделать только чтобы она торчала наружу так значит после того как вы выбрали рамку вот допустим это будет 22 505 toyota corolla нажимаете значит здесь найти дилеру купить оригинал вот на эту кнопочку и выбираете город в котором вам удобнее будет забрать рамку либо ближайший к вам они оформят вам с доставкой здесь показаны все представительства которые есть в этом городе выбираете любой также вводите то что мы только что вводили модель и вот выпуска нажимаем поиск и вот здесь вот у нас уже появились цены и теперь можно добавлять это в корзину и оформлять заказ так ну вот у нас магнитолка запустилась тут уже был предустановлен навигатор иго или как его правильнее назвать айго вот он главном экране у нас запустился датчики у нас еще конечно не установлены видите все на английском языке первый запуск магнитолы с нуля как обычно и так пробежимся по комплектации значит что тут у нас rsa кабель сейчас фокусируем тут на нем rsa кабель слот под симку на нем выход на кулер подключение кулера так вот выход на кулер и посмотрим что тут у нас по выходам аукс вход левый аукс левый выход аукс правый выход микрофон сабвуфер цвбс вход для камеры аукс вход правый то есть тут два входа аукс до выхода аукс один вход под камеру микрофон выход на сабвуфер и выход под кулер выход под сим-карту тут как видим нет видео выхода и скоро я сделаю ролик вот как раз для таких магнитол у кого нету видео выхода потому что все пины уже заняты на rsa есть специальное устройство типа ресивер он позволяет подключать видео монитор внешний тут у нас получается еще дополнительно идет силовой кабель под скрутку микрофон в комплекте также идет на защелку как обычно антенка 4g для sim карты антенка gps подключим чуть попозже 2 usb входа на 6 пинов на 4 пина обычный без заглушек и кабель под камеру заднего хода ну так же уголка как правило с рамками на 9 дюймов эти уголки не нужны можно их не учитывать но бывает всякое так комплектацию посмотрели и давайте начнем вот как человек распаковывает магнитолу самого нуля ему нужно конечно же перевести ее на русский язык так мы с вами заходим в настройки дальше смотрим вот это вот more больше вот system языки выходим сюда нажмем на плюсик и листаем вниз ищем наш русский язык вот он русский россия добавился переключаем его и смотрим с какой скоростью поменяются языки моментально еле еле только вот только палец убрал уже языки поменялись скорость просто потрясающая так дальше язык настроили нужно подключить wi-fi сейчас мы его раздадим с телефона wi-fi у нас здесь и давайте сразу же пройдемся по верхнему меню то есть вот как мы рассматривали платформу topfake кнопка перезагрузки скориншот можно сделать очистить память ассистент ассистент это вот такая вот кнопка которая по экрану бегает помогает тут можно небольшое меню вызвать я не пользуюсь просто показываю что он есть отключили здесь будет сеть показана когда вы sim-карту подключите тут можно зайти в эквалайзер и вот наши настройки wi-fi нажимаем на него длительно нажимаем включить и подключаем интернет интернет подключен вот значок wi-fi появился здесь дальше 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 давайте пробежимся по настройкам то есть настроек тут у нас целая куча не надо их нигде искать в заводских по-быстренькому первая вкладка это сеть использование данных wi-fi 4g sim-карта здесь будет экран настройка яркости режим яркости все просто звук вот в настройках звука здесь очень удобно что можно регулировать насколько у вас будет приоритет по навигации по медиафайлам и так далее то есть чем хороша платформа topway то что здесь звуки вы регулируете сами они приложения вам говорят какое будет громче какое будет тише навигация ли у вас будет громче музыка у вас будет громче и так далее это все регулируется здесь на вкладке звук вкладка общие основные настройки которые нужны пользователю то есть первая первая опция это режим сна режим сна позволяет регулировать длительность этого сна то есть через два часа магнитола будет включаться через один день либо через три дня режим сна это когда вы машину заглушили на провод от СЦ перестало переходить напряжение и магнитола все это время она не выключается чтобы заново не была загрузка она не выключается она находится в режиме сна то есть тушит экраны гасит все свои опции находится в минимальном режиме потребления тока настройки приложения настройки подсветки панели здесь у нас написано следуйте за фарой то есть когда мы подключим настройки приложения для навигации вот видите загорелись кнопки сейчас пока этот провод уберем потом попозже его продемонстрируем то есть когда вы делаете следуйте за фарой когда вы включаете фары у вас загорается подсветка если вы делаете обычно включен то кнопки будут гореть все время далее настройки приложения для навигации здесь у нас пока есть иго навигация и карты мы пока ничего не делаем мы будем скачивать индекс навигатор и потом это все настроим настройки функции окна рабочего стола окно рабочего стола это вот этот виджет то есть мы сюда можем поставить приложение допустим монитор видеорегистратор либо навигатор где они у нас вот настройки функции окна рабочего стола можете выбрать навигатор регистратор видео выход и пользовательские любое то есть приложение которое вы захотите туда хоть youtube можете поставить на ваш выбор выбор приложения для записи здесь вы можете выбрать приложение которое будет вести регистрацию то есть регистратор прямо здесь можете установить информация о спутнике настройки gps местоположение разрешения приложения то есть без перевода не понять что он делает заходите в приложение когда нажимаете на нее и управляете разрешениями этих приложений кому что можно кому что нельзя назад здесь что хорошо что заводские настройки смешаны с настройками android и когда ты в заводских настройках нажимаешь нужную вкладку ты попадаешь в настройки android на нужную вкладку так управление усилителем вкл плавающее видео окно вкл сохранение маршрута в памяти после выключения это можно не трогать настройка видео выхода здесь выбираем если у нас подключен монитор настраиваем его здесь потом попозже это разберем авто авто это настройки для канбаса когда у вас подключена каншина через канбас вы можете здесь настраивать параметры которые у вас будут показываться на экране то есть может температура всплывающее окно air будет длиться 8 секунд окно это когда вы допустим дверь открыли тут появляется окно либо регулируете температуру климата показывается окно показывает на какую температуру вы сейчас выставили какой поток воздуха и так далее то есть она будет активно в течение 8 секунд после того как вы настраивать прекратите через 8 секунд она потухнет вот она настраивается здесь настройки кнопок руля но это обычное обучение кнопок руля тут ничего необычного нет и нормальная температура цельсия фаренгейт то есть какой температуре будет показывать у вас климат настройки задней камеры здесь мы уже страз это все проходили вот видите можно прокачать под парктроник но опять же парктроник подключается через сканшину если он у вас заводской был здесь у нас настройки задней камеры много их проходить не будем голос это управление голосовыми приложениями личное здесь у нас настройки аккаунта google и так далее какие вы аккаунт сюда введете в систему такие здесь и будут система тут у нас можно сделать обновление настройка времени и даты параметры разработчика и сброс до заводских настроек заводские настройки тут у нас нужно вводить пин-код и также мы видим что тут у нас информация о дверях тоже для канбаса настройки настройки логотипа попозже к ним вернемся покажем как лобъет логотип устанавливать загрузочный правый левый руль громкости усилителя громкости усилителя я ставлю обычно на шестерку кто-то может ставить громче кто-то меньше чем больше вставить и громкости усилителя тем выше у вас будет показатель магнитолы то есть кто-то говорит что допустим я включаю на пять магнитола после сна включается на 5 и это громко мне нужно потише вот это громкость усилители здесь kontrollю это тоже для канбаса здесь выбираете какая у вас будет модель машины стоять. Нам обновляться пока не нужно. И здесь у нас принудитель на USB 1.1. Эту кнопку не нажимайте. Это нужно для тех, кто хочет подключить модем. В режиме 1.1 он подключается. Дальше у нас идет настройка еще. Еще это у нас получаются уже сами настройки Android. Android настройки разбирать не буду. Они точно такие же как на телефоне. И о системе. Вот смотрим, что тут у нас пишут о системе. Вот радиомодуль TD7708. Кому интересно, а то бывает спрашивают, вы ничего не сказали, какой у вас радиомодуль. Все в настройках видно. Кто в магнитолах разбирается, он знает где искать звуковой процессор. Вот какой тут стоит. Версия графического процессора прописана. Вот сам процессор US78062. Я про него говорил. Так, внутренняя память 32, оперативная 4. Это одна из самых оптимальных магнитол. Почему я ее показываю сейчас? Вот она у меня 10 дней пролежала. У нас случилось ЧП после выпуска роликов про Topway. Все магнитолы Topway, то есть с памятью 4.64 разобрали за три дня, с памятью 3.32. Их было в четыре раза больше. Разобрали за неделю. И пользователи остались без магнитол. Было четыре заказа, которые уже оформили, оплатили и остались без магнитол. Три из них взяли замену, три из этих заказчиков взяли замену на другой магнитол, вот на такую 4.32. И одного заказчика я послал, потому что он начал визжать как неадекватный. Я ему деньги вернул без проблем. Сказал, извините, вот так и так, пока заказ оформляли, на складе закончилось. Он начал визжать, что его обманули и так далее. Я с ним прекратил общение. Напоминаю про дресс-код, то есть если вы общаетесь неадекватно, требуете что-то слишком многого, то я с такими клиентами просто не работаю. Это нормально, потому что любая уважающая себя организация имеет право устанавливать правила поведения сотрудниками. Соответственно, один человек был заблокирован, ему вернулись деньги и он был отправлен искать магнитолу в другое место. Соблюдайте правила, будьте вежливы и будет все у вас хорошо. Значит, к чему я это говорил? Магнитола вот эта вот, я на нее не успел сделать обзор, не выложил ее на сайте, и благодаря только этому они остались еще в наличии. То есть магнитолы Topway, так как на них цена очень интересная, разбирают буквально вообще моментально. То есть неделя не проходит, был завоз, а то, что должно было хватить на месяц, его не хватило даже на две недели. Поэтому видео задержалось, поэтому я вот сейчас его выкладываю, и скорее всего, что тут повторится точно такая же история. На процессоре 7862 магнитола, конечно, стоит дороже, они есть на 4-3, самые оптимальные по бюджету, и есть 4-64. Также бывают магнитолы на 6 гигабайт, но их, как правило, заводится немного, и они уже тоже кончились. Так что вот, имейте в виду. Есть, конечно, еще вариант, это не ждать поставки, а заказать напрямую из Китая, из Китая сейчас ходит 2-3 недели, но это опять же по согласию клиента. То есть персональная ему из Китая отправляется посылка, и примерно через 2-3 недели он ее уже получает на руки. Это тоже по желанию. В Китае они, как правило, есть. Вот привезти их сюда, растаможить, оформить, вот это занимает длительное время. И опять же, тоже бюджет магнитолы не дешевая, соответственно, налоговые пошлины и так далее, на это все есть ограничения. Так, ну, о насущном поговорили, давайте пойдем дальше. Сейчас у нас задача зайти в Play Market, установить сюда с Play Market Яндекс.Навигатор, установить сюда Google Ассистента голосовых наших помощников. Посмотрим, как они у нас работают вместе. Давайте еще предварительно пробежимся по приложениям. Что-то у нас есть, настройки мы уже заходили, приложение, тема. Кто не знает, вот показываю, кто в первый раз смотрит, просит обновления. Тем на TopWay есть огромнейшее количество, то есть, туда разработчики эти темы закидывают и их можно покупать. Также можно купить статус VIP себе в приложении и иметь доступ к большому количеству тем. Установка, приложение установлено, открыть. Соглашаемся и смотрим, вот у нас сколько тем, темы, 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 темы. Ребята просят найти бесплатные темы, чтобы их можно было сюда помещать на устройство, но, к сожалению, сейчас вообще времени нету, времени нету вообще. Как только время будет, буду заниматься и логотипами, и темами, и так далее. Прошу уж меня простить. Дела и семейные, и рабочие всякие есть. То есть, тут вы можете выбрать любую тему. Если это бесплатная тема вас интересует, они вот здесь вот стрелочки в загруженных. Их, как правило, четыре, тут их всего три. Вот наша тема, которая сейчас установлена. И можно выбрать какую-нибудь из этих тем. На самом деле, как оказалось, навигатор на рабочем столе не всем нужен. То есть, люди покупают себе в город в небольшой, где они знают местность полностью, и им вот такие вот темы больше нужны, чем тема с навигатором. Тут каждому свое. Далее темы вот здесь, смотрите, они покупаются. То есть, если вы оплатили за одну тему, она стоит столько, вот она вам установится. Либо, если вы откроете VIP, вот VIP стоит на год сколько-то, то у вас будет доступ ко всем темам. Возвращаемся к нашим приложениям. Темы посмотрели, настройки были. Установщик АПК помогает устанавливать файлы АПК. Значит, кармайт приложение платное, мы его рассматривать не будем. У нас есть другие приложения, которые нам более интересны. Приложение видео, зайдем попозже. Видео посмотрим. Загрузочная анимация. Также, как во всех топвеях, тут установлена одна навигация, одна анимация по умолчанию. Это анимация загрузочная. То есть, этот разбор я пока не рассматриваю. Загрузочная анимация, уж как-нибудь отдельное видео сделаю по ним. Google карты, кнопки рулевого управления, настройка. Музыка тоже, зайдем попозже. Проводник. Классический топвей проводник. То есть, тут у нас память. Тут появится USB, если подключим. Выходим обратно. Радио приложение. Радио давайте просто для интереса откроем. Тут у нас должно быть 18 каналов. 18 так и есть. Закроем его. Радио приложение для прослушивания AUX. Выходы видели AUX. Я вам показывал. Приложение Bluetooth, браузер Chrome. DSP это у нас эквалайзер приложения. Аккаунты Google. Вот iGo Navigation. Навигатор. Play Market. Это Mirror Link у нас и YouTube. Вот стандартный набор приложений. И давайте мы начнем с Play Market. Делаем вход в Play Market. Сейчас я войду в свой аккаунт. Проверка должна пройти очень быстро. Процессор быстрый. Скорость интернета мы тут замерим потом на сайте. Так, в Google аккаунт мы вошли. Все принимаем. Проверка проходит быстро. Все принимаем. Все, загрузилось быстро. И наш самый ненавистный Яндекс.Навигатор. Вот он. Жмем кнопку установить. Смотрим скорость закачки. Хорошая скорость закачки для Android. Магнитолы с мобильным интернетом. В смысле раздачи с мобильного интернета. Сейчас все установится. Чтоб вас не мучить, включу позже. Так, Яндекс остановился. Открываем. Опять нам нужно со всем соглашаться. Сейчас у нас датчик GPS не подключен. Посмотрим, найдет ли он нас по Wi-Fi. Ну, нашел по Wi-Fi. Сейчас он подгрузит карты. Вот, подгрузил. И тут же у нас должна работать Алиса. Алиса! Ты как? Ты нормально? Отлично! Женщина любит поразговаривать и очень трудно становить словом. Приходится устанавливать жестом. Итак, Яндекс.Навигатор мы скачали. Сейчас нам нужно, чтобы он у нас работал здесь. Напоминаю, мы для этого заходим в настройки. Настройки. Общие. Настройки функций окна рабочего стола. Выбираем приложение для навигации. Устанавливаем навигатор. Подтвердить. Магнитолка перезагружается после этого. Потому что мы не только сейчас установили приложение для виджета рабочего стола, но еще и установили приложение по умолчанию для навигации. И для того, чтобы эта функция активировалась, магнитолка требует перезапуск. Вот он сразу у нас запускается, Яндекс.Навигатор на рабочем столе. Опять просит разрешение слушать хорошо. Яндекс.Музыка тут уже будет активная. Так. Алиса. Как дела? Вот. Мы можем столкнуться с таким, что у Алисы нет звука. Это лечится очень просто. Точнее даже не лечится. Это у нас при первом запуске. Заходим в приложение музыка. В приложении музыки просто мы можем включить любой музыкальный файл. Даже, по-моему, можно не включать. Все, он теперь должен работать. Алиса. Вот. Все заработало. Потом прогуляемся на свежем воздухе. Значит, просто, если вы видите такую ошибку, не пугайтесь. Обычная проблема с оптимизацией приложения, с которой разработчики Яндекса пока еще не очень справляются. А так, в принципе, все работает. Заходите в любой медиа-проигрыватель, видео или аудио, и все, и звук появится. То есть этого бояться не надо. Так. Алису настроили. Теперь нам нужно снова в Play Market и скачаем Google Ассистента. На данный день он единственный, кто может запускаться по команде. Ну, еще Алиса умеет запускаться по команде. Сейчас мы его откроем, настроим. Вот. Расширить возможность ассистента. Начать. Далее. Разрешить. Принять. Окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. Готово. Далее. Еще. Далее. Завершить Ассистента покажет информацию. Окей, получать советы по электронной почте нет. Далее. Хотите посмотреть сводку. Окей, Google. Какие последние новости у нас? И это просто было. Так. Окей, Google. Какая погода на завтра? Завтра, если вам что-то нужно от Google, особенно то, что я люблю делать, это создавать напоминание, окей, Google. Напомни мне завтра в 14.30 сходить в магазин. Вот. Вот. И теперь завтра в 14.30, где бы я не был, у меня будет с собой телефон. На телефоне всплывет уведомление из календаря Google. Любое напоминание, любые действия вы можете тут делать. Даже, допустим, попросите Google напомнить вам каждую неделю поливать цветы и так далее. То есть, настройки Google Ассистента связаны с вашим Google Аккаунтом на телефоне. Вот. А если нам надо куда-то поехать, мы зовем другого ассистента. Алиса. Поехали на площадь. Поехали. Поехали. И вот, пожалуйста, кстати, датчик GPS. Да, хорош. Датчик GPS у нас до сих пор не подключен. Навигация у нас идет через Wi-Fi. Если мы подключим датчик GPS, навигация будет еще более точно определяться. Магнитола, топовый ассистент мы проверили. Давайте сейчас мы зайдем в спид-тест, проверим скорость интернета. Все у нас работает, ничего мы отключать не будем. Вводим в поиски сайт спид-тест. И нажимаем вот на эту кнопку. Сейчас посмотрим скорость интернета в данной комплектации. Процессор 70862. Памяти 432. Оооо. Ну, слушайте, 23 это прям вообще прекрасно. У нас платформа Fit выдавала 15. Максимум 15,6. А тут 23 с такого же мобильного интернета. Причем в фоне у нас работает все приложение. И это хороший результат для магнитола Android, которая получает интернет через Wi-Fi с мобильного телефона. Вот, чтобы показать, так с мобильного и раздается. Так, ну что еще? Функция 360 на этих магнитолах, она доступна. Но то, что в Россию привезено, она идет без этой функции. И если вы хотите функцию 360 на данной магнитоле, надо просить, чтобы ее скомплектовали с Китая. Чтобы там установили эту функцию. Доплатить чуть-чуть. И с Китая она приедет. Ну что еще? Остается проверить ее программу Geekbench и посмотреть, какие она покажет результаты. Сейчас надо подключить нашу флешку волшебную. Подключили флешку. Вот она уже ее читает. Помимо Geekbench у нас же есть еще настройка логотипа. Сейчас мы, значит... Сейчас мы, вот у нас появился USB диск 1. Тут у нас программа Geekbench, где она. Вот, установим ее. Так, и что там у нас было по настройке логотипа? Логотипы тут используются как для серии плюс. Перевернутые видео по настройке логотипов. Смотрите в специальном видео про настройку логотипов. Это у нас бюджет, это не то. Вот у нас папка MyCar. И тут в папке MyCar должны быть... Нет, у нас вообще в корне должно быть перевернутое вот это вот изображение. Так, мы нажимаем его в галочку. Копировать. Делаем его в память в корень. Делаем вставить. Должен прочитать. То есть мы сейчас переместили его в корень у самого устройства этот логотип. Должен появиться. Он у нас в настройках. Заходим в заводские. Вводим пароль. Подтвердить настройки логотипа. Ага. Вот он у нас вот здесь. Должен появиться. Установка логотипа завершена. На флешке вот он их тоже видит, но во время перезагрузки, так как флешка не активна, он ее не может прочитать. Подтвердите перезапуск. И вот он наш стартовый логотип. Вот такой. Вы можете сделать в принципе любую другую картинку, какую захотите. Но набор логотипов таких красивых у нас есть в облаке. Можете его скачать. Чтоб лишних вопросов не задавали, смотрите видео про настройку логотипов. Там все это есть. Так, и вот мы сразу попадаем в приложение музыка. Тут как раз мы хотели послушать, как у нас звучит. Насколько громкий звук. Тут в этих магнитолах усилитель установлен 7851. Для тех, кто спрашивает про усилитель, на всех магнитолах 7862 стоит хороший и дорогой усилитель 7851. Использовать его можно с двухомными динамиками. То есть на четырехомных динамиках вы громче из них не выжмите, чем они есть. У меня тут стоит 4-хомный динамик, он просто начинает хрипеть. Давайте проверим у нас эквалайзер. Вот у нас тут рисунок. Как видим меняется звук. Объемный звук сейчас. На одном динамике мы не поймем, что он звук объемный. Вот и есть у нас вкладка усиление басов. Где мы можем отдельно басы усиливать. Динамик мы конечно это не потянет. Тут у нас вкладка баланс. Давайте проверим, что он работает. Баланс работает. Тут можно выбирать частоты. Вот смотрите на саб. И фильтрация басов для тех, кому это интересно. Передние и задние. Можно фильтровать басы. Эквалайзер он тут вот такой вот палочками. А не как на тех устройствах мы видели, что вот можно рисовать. Здесь надо настраивать руками. Так, авторские права нарушать не будем. Музыку мы посмотрели. Про усилитель я сказал. Аудиопроцессор я вам показал вначале в настройках. Думаю все вопросы должны быть сняты. Даже для самых любопытных. Далее. Нам нужно посмотреть качество видео. Разрешение тут 1280 на 720. Мы должны выбрать наш проект. На флешке он у нас находится. Где он? А, вот. Заходим и включаем. Здесь у нас включение на весь экран. Сейчас сфокусирую на видео, чтобы оно почетче было. Вот так вот. Летализация тут у нас максимальная. Сразу переключим на такую картинку, где яркие краски. Дисплей QLED. Крутите его как хотите. Под любым углом абсолютно. Картинка будет офигенная. Офигенная картинка. Поближе еще раз сфокусируем. Качество видео посмотрели. Что тут у нас можно по видео? Можно нажать на главный экран и у нас появляется вот такое вот окошечко. Если мы жмем плюс, картинка становится больше. Если жмем минус, картинка становится меньше. Очень удобная штука. Потрясающая просто штука, которая доступна у нас на TopWay. Что еще можно сделать в разделении экрана? Разделение экрана работает вот так. Сюда ставим, допустим, видео. Конечно, видео в таком формате смотреть не очень. Сюда можем поставить, например, навигатор. Обычно ставят во второе окно навигатор. Но можно поставить также регистратор. В общем, то приложение, какое вам будет больше интересно. Навигатор у нас сейчас запущен. Навигатор у нас сейчас запущен здесь. Вот чтобы полностью войти в приложение, мы его нажимаем сюда. И можно делать так. Формат видео, конечно, будет не интересный. Такой плавающий кадр он. Вот эту настройку, если вы нажмете открыть, то во время движения вас не будет показывать видео. Будет показываться вот такая вот картинка. и для того, чтобы ее убрать, нужно здесь написать закрыть. Вот. Видео, аудио показали функции. Про усилитель сказали. Все. Остался. Теперь у нас только тест Geekbench. Geekbench. Я тут уже установил. Логотип установил. Давайте мы его запустим. Так. Вот тут у нас данные уже по андроиду есть. Android тут установлен 10. Настоящий 10. Как она говорит, можем себе позволить. Заходим на вкладку Device. Память у нас 3,64. Память настоящая. Самое главное, что мы хотели проверить, как я и говорил, устройство, которое от моего поставщика. Я его постоянно теребонькую, чтобы он следил за тем, чтобы устройство соответствовало. Потому что у него есть и говеное устройство. Говеное устройство он может продавать где-нибудь на Алиэкспресс и в прочие места, где это приемлемо. Мне это не приемлемо, поэтому я с него требую нормальное устройство. Без поддельных фейковых памяти, без вырезанных аудиопроцессоров и так далее. Так, ну все. В принципе, можем запускать тест Geekbench. Продлится он минут 10-15. Для тех, кто смотрит видео в первый раз, рассказываю, что Geekbench 5 программа, которая тестирует производительность главного процессора на магнитоле. То есть ставит перед ним задачи, которые процессор решает. Исходя из скорости, с которой процессор решит эту задачу, программа ему выставляет баллы. И по этим баллам можно сравнивать это устройство с другими устройствами. С телефонами, с магнитолами и так далее. То есть если оперативки в магнитоле будет меньше, соответственно процессор будет справляться с задачами хуже. И если оперативки будет больше, чем нужно для процессора, то есть если у него такой верхний порог, допустим 3-4 гигабайта оперативки вы ставите, и сколько бы потом уже больше не поставили, этот результат Geekbench не будет увеличиваться. То есть из процессора выжат максимум, и сколько бы вы оперативки больше не добавили, она не помогает для работы этого процессора. И соответственно если вы ставите меньше оперативки, то показатели Geekbench будут падать, потому что для работы любого процессора нужна какая-то оперативная память, которая помогает ему эти задачи решать. Точно так же как и на компьютерах, на мобильных телефонах и так далее. Все, ждем когда закончится тест Geekbench и включим устройство. И продолжим видео. Ну вот, наш результат готов. То есть для одного ядра 340 баллов, для работы всех ядер 1093, ну практически скажем 1100 баллов. Офигенный, конечно, результат по сравнению с другими магнитолами, но серия Fit, конечно, дает результат работы по всем ядерам чуть-чуть побольше, на 200 баллов. Ну как чуть-чуть, 200 баллов это, конечно, не мало, но в диапазоне выше 1000 это небольшая разница. И соответственно, если вы сюда уже больше гигабайт возьмете на 2, то есть 6 это будет или 8 гигабайт, вы процессор этот больше не разгоните. Ну думаю, что на результате теста можно заканчивать обзор. В принципе, мы все посмотрели, настройки посмотрели. Здесь весь интерфейс настроили для тех, кто даже в первый раз ее возьмет. Темы посмотрели, аудио посмотрели, видео посмотрели, ассистентов настроили голосовых, проверили их работу. Навигация у нас работает даже без GPS через Wi-Fi, но всегда лучше подключать датчик GPS, это обязательно. Без датчика GPS лучше даже не пробуйте навигацию, чтобы она работала. Одно дело на месте стоять, другое дело в дороге ехать. Усилитель я сказал. Geekbench показал скорость интернета, протестировали. Скорость тут действительно высокая, выше всех на данный момент. Из всех обзоров, которые были, скорость интернета здесь самая высокая. Памяти напоминаю, 432. Настройки все посмотрели, все посмотрели. Думаю, что этого достаточно. Вот мы пополнили свой ассортимент серии Topway. Правда она у нас быстро закончилась. Остались вот только вот такие, на процессоре 70862. Если кому интересно еще успеваете, следующая поставка планируется пока только недель через 3. Я думаю, что за неделю эти тоже разберут. Ну а так, всем кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будут еще у нас сравнения дисплеев различных на разных магнитолах, без привязки к какому-то процессору. Поговорим о QLED, об IPS, TN, которые ставят на китайских алиэкспрессорских магнитолах. И, в принципе, пока на этом все. Ждите следующих выпусков.